У вас есть, во-первых, таверна. Если вы на нее нажмете, то увидите, что здесь уже есть два героя. Слева в первом слоте всегда приходит изначально родной для вашего замка герой. Если вы правой кнопочкой кликните, то увидите, какие есть навыки у этого героя, какие статы, сколько армии он у себя принес. Вот видите, он пришел с тремя стэками. Так, хороший такой герой. Не то, что наш стартовый, да? Здесь приходит случайный герой в правом слоте в таверне. Каждый герой стоит на покупку 2500 золота. Так что это тоже на самом-то деле не дешевая затея. И, кстати, вот Алкин, который пришел, тоже имеет довольно хорошие статы. Хорошие навыки в виде доспехов и оружия. И два стэка юнитов принес. Но при этом юниты не родные для вас. Это к болотному замку относится. Также имейте в виду, что здесь есть кнопочка гильдия воров. Если вы на нее нажмете, вы здесь сможете наблюдать за статистикой того, как идет, в общем-то, игра. Да. Смотрите, здесь есть флаги. В данном случае игра запущена на двоих, на нас и на одного компьютера, поэтому других флагов нет. Если игра будет запущена больше, чем на два человека, то здесь появятся еще и другие флаги. Чем левее находится тот или иной флаг, тем больше имеет преимущество какой-то игрок. Например, если бы здесь был только красный флаг, а синий флаг был бы позади, это говорило бы о том, что у красного игрока городов больше, чем у синего, потому что здесь первая строка это количество городов. Точно так же по героям. Вы видите, сейчас все наравне. И количество городов, и количество героев, все совпадает. Чтобы информации у вас отображалось в логове воров больше, вам нужно построить больше таверн. То есть, чем больше городов вы захватите и больше построите таверн, тем больше информации здесь для вас отразится. Вплоть до того, что вы будете видеть статы героев, которые будут палиться, и помимо этого будет отображаться сильнейший юнит, который есть. И так можно дойти до того, что вы будете видеть, у кого мощь армии больше, у кого более сильная армия у вас имеется.